Асфальт Легким движением специальной техники снимается старый асфальт. Он еще послужит на благо районных дорог. Асфальт превратят в крошку, которые будут делать отсыпку дорожных дефектов. Новое же покрытие пройдет все необходимые экспертные процедуры. Оно должно прослужить не один год. Для того, чтобы окончательно проверять, что же было сделано, как и соответствует ли нормативам, разыгрываются контракты. Отбирается подрядчик, экспертная организация на взятие керна и проб, которые показывают водонасыщение и плотность. Сроки ремонта дороги на главной улице были определены 20-ми числами мая. Но все документационные процедуры завершились быстро, поэтому по поручению главы района Валерия Венцеля решили не ждать и начать пораньше. И вот в Петрушине обновлены 4,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна. В этом году будет сделано свыше 111 тысяч квадратных метров дорог. То есть это получается 10 дорог у нас идут по софинансированию с областью. Это 78 тысяч квадратных метров. Городское поселение Видное – 6, и Горки – 4 дороги. И остальное – это за счет средств местного бюджета. Это и сельские поселения Развилково, Молоково, Булатниково. Это вот как раз оставшись на состав порядка 98 тысяч квадратных метров. Новые дороги в Петрушине во многом заслуга местных жителей, которые дружно голосуют на портале Добродел. Они организовали собрание, обсудили и всеобщим решением проголосовали за центральную, первую улицу и параллельную ей улицу Дублер. Сама писала за эту дорогу и просила, потому что в прошлом году нам уже сделали вторую, третью улицу. И мы очень хотели, чтобы именно центральную дорогу, самую проездную в деревне, тоже отремонтировали. Поскольку у нас очень много переулков, закоулков, очень большое движение машин, конечно, часто асфальт приходит в негодность. Спасибо, его ремонтируют благовременно. И сейчас мы получили новую красивую дорогу, которая, надеемся, что прослужит долго. Посмотреть обновленную дорогу приехала общественная деятель Елена Андреева. Она отметила, что, участвуя в губернаторских программах, каждый житель региона в силах помочь изменить облик своего города или поселка. Правительству Московской области выделено 61 миллион рублей на асфальтировку ваших дорог. Поэтому остается только пожелать активно участвовать всем остальным городам, районам, городским округам Московской области, участвовать в тех программах, которые созданы правительством Московской области. А мы, жители, с удовольствием будем принимать качество работ, следить за теми работами, которые проводятся. Ну а до 1 июня на портале Добродел можно проголосовать за ремонт дорог на 2020 год. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.